здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал своя закваска сегодня видео об эктопаразитах эктопаразиты это существа паразитирующие на поверхности кожи или наружных органах на фоне препаратов и дозировок я начну свой небольшой рассказ чаще всего на коз нападают вши иногда нападают родственные вшам пуха первого лосоеды они могут паразитировать на козах в любое время года но особенно интенсивное поражение наблюдается осенью зимой и весной в зависимости от степени поражения животные могут потерять продуктивность отставать в росте и худеть этому способствует то что паразиты выделяют в кровь животного токсичные вещества кроме того внешние паразиты могут быть переносчиками многих заразных болезней пуха первого лосоеды отличаются от шеи меньшим размером у шеи полтора пять миллиметров у пуха первого лосоедов полтора два с половиной миллиметра окраской у шеи коричневая у пуха первого лосоедов светло-желтая и строением ротового аппарата у шеи он колюча сосущий а у пуха первого лосоедов грызущий яйца покрыты плотной оболочкой и очень устойчивы к любым обработкам поэтому при применении любых средств обработку надо повторить через 7-10 дней именно за этот период из яиц появляются новые особи пши и пуха первого лосоеды живут 30 дней вне волосяного покрова живут не более четырех дней и то при условии что температура окружающей среды не ниже 23 градусов когда температура приближается к отметке 30 градусов паразит живет вне хозяина 24 часа а вот при понижении температуры до 10 градусов они могут впадать в спячку и прожить 10-12 суток поэтому если обработки приходится на холодное время года когда в наших сараях 5-10 градусов необходимо совместить их со сменой подстилки и по возможности обработкой помещения честно говоря в этот раз мы только поменяли подстилку а обычно обжигаем горелкой пол и стены на высоту метра теперь о главном что поможет нам избавиться от внешних паразитов в этом году напасть застала моих животных период сукозности я не рискнула прокалывать общие препараты от всех вредителей такие как и вермек и примек или оверсект 2 вк хотя и примек и оверсект по инструкции не имеет ограничений для сукозных самок но я перестраховалась и обсыпала всех животных кормовой серой втирающими движениями дала мне этот совет одна из моих зрительниц я не очень верила в положительный результат но в конечном итоге очень довольна от вредителей не осталось и следа кроме того метод безопасный так как сера является кормовой добавкой чего конечно не скажешь об опрыскивании химическими препаратами такими например как бутокс неоцидол это мектин или неостомозан дозировки на эти препараты я указала в начале видео как я уже сказала вторую обработку надо сделать не позже 10 дней чтобы протравить вылупившихся из яиц молодых особей я этого не сделала но пока визуально паразитов не вижу животные ведут себя спокойно не чешутся но скоро когда пойдет зеленая трава все равно придется колоть и примек от внутренних паразитов но и заодно достанется и внешним если таковые все же останутся напомню что животные мои до недавнего времени жили в одном сарае с курами поэтому то и дело ходились в шаме кстати после переселения куры тоже получили обработку серой так что теперь все счастливы в завершении еще раз похвалю кормовую серу теперь эта добавка всегда будет моей вид аптечки примечательно еще ее цена один килограмм кормовой серы стоит где-то 100 рублей такая же цена за одну пипетку барса только на козу надо 5 таких пипеток а я одним килограммом серы обработала 11 животных и еще чуть-чуть осталось медикаменты для кошек и собак применять на козах невыгодно поэтому надо искать сельскохозяйственные препараты вот еще рекомендованные в интернете препараты от внешних вредителей с явно завышенной стоимостью арполит стронг холд дельцит инсектол и другие князь уруса в своей книге о козе предлагает еще один органический способ избавить козу от родителей персидский порошок в наше время известный как перетрум это измельченная в порошок долматская ромашка или как ее еще называют ромашка персидская или ромашка кавказская этот цветок может вырастить любой дачник симпатичные многолетние растения полезны не только для животных дачники подсаживают его к овощам для отпугивания вредителей а также этот цветок является лекарственным растением для людей отвары и настойки на его основе снижают давление и являются более утоляющим и противоревматическим средством ну что ж дорогие мои на этом у меня все берегите себя и своих животных благодарю вас за просмотр и всего вам самого-самого доброго и и и и и и и